Всем привет! Привет игрокам Битвы Замков! Сегодня, как и обещал, открою 10 сундучков фиолетовых. Ну, конечно, на самом деле это дико глупая затея, потому что надеяться на то, что с этих сундуков мне что-то выпадет толковое, ну, это дико самонадеянно. И на самом деле глупо, да, потому что здесь 3 сундука с первого места, 7 сундуков со второго места, и, как я понял, как я предполагаю, да, ну, на самом деле это тоже не точно. Что там разработчики сделали, мы не знаем. Я просто предполагаю, что, допустим, там фиолетовый сундук с третьего или четвертого места, там намного больше шансов, что там выпадет карта легендарного героя. А здесь с 10 сундуков, ну, я думаю, ничего не выпадет. У меня, конечно, была такая голубая мечта, идея, там, накопить 100-шку и посмотреть, какой процент выпаданий, да, хотя я думаю, он даже меньше 1%, ну, да ладно. Ну, в принципе, если посчитать, копить 100 сундуков меса, даже если мне будет падать каждый день из 4 попыток похода на меса, хоть один фиолетовый сундук, то, в принципе, мне понадобится на это все дело больше 3 месяцев, да. Ну, а по сути, где-то месяцев 5, наверное. Ну, да ладно, не об этом. Ну, и тем более, почему сегодня решил открыть сундуки, я хотел немножко, может, дольше покопить, да. Сегодня мне начали коротить ресурсы. Я сейчас в последнее время пользовался ресурсами от прохождения экспедиции, но на экспедиции у меня не особо хватает терпения, да и желания их фармить. Хотя надо, да, но реально я такой нервозный человек, и по 5 раз перезаходить на карту и пытаться там долбануть одного игрока и при этом там смотреть, чтобы там ни один, ни другой важный герой не умер, ну, это слишком много для моих нервов. Боюсь разбить свой планшет или телефон там. Ну, да ладно, да. Ну, как бы по чуть-чуть, там 5-6 экспедиций проходил. Что-то это тоже плюсик дает, какие-то ордена, ну и на них жил. Ну, а проблема в том, что почему мне хватало, потому что последние дни, уже не знаю, неделю ничего совершенно не попадается в магазине, а вот так вот нажимать кнопочку и менять за 100 самоцветов, ну, я не буржуй. Я самоцветами пользуюсь только при прохождении квестов, чтобы это было быстрее, да, и удобнее, когда мне не хватает времени или ресурсов. Ну и плюс выбиваю, конечно, героев, да, и особо и не трачу самоцветы на выбивание талантов тоже. Просто дико душит жаба на это дело, и это, на самом деле, очень дорого. Ну, так вот, ладненько, давайте перейдем. Будем выбивать. Так, давайте сначала опустошим все мои эти, использовать. Потому что мне нужны ордена. Ну, и сущности тоже. Ребята, всем спасибо, кто отписался там в предыдущем моем видео по поводу, кого мне лучше прокачивать, тыкву или ареса. Я тоже так подумал, подумал, и, в принципе, принял решение лучше прокачать тыкву. Она все-таки более универсальна. Она будет полезна везде. Да, конечно, там 100 мнений, но все равно, да, и арес такой... Не хочу просто затягивать тыкву и потом все-таки прокачать 89-ти, это все-таки проблемка. Лучше тыкву прокачаю, потом ареса прокачаю, ну и там будет видно. Так, еще у меня остались эти синие сундучки. Это со второго места, да. Как хорошо, ордена капают по 150. Не знаю, что с магазином стало. Раньше еще как-то иногда появлялись такие варианты купить смену таланта, да, и даже копились там, накапливал там до 9, до 8. И иногда даже в квестах попадалось задание поменять талант, да, и благодаря этому я мог получить около 300 самоцветов на халяву, да, маленький такой бизнес. Но разработчики у нас тоже не лохи, и я так думаю, что они немножко что-то там подкрутили, подвертели, потому что карта обновления таланта совершенно не падает. И как вы видели, они сделали акцию, давайте-ка покупайте самоцветы, мы вам дадим карты таланта, но это на самом деле издевательство, да. Ну, хотя бы сегодня в магазине уже виднеется пакет кристаллов первый, да, ну, самый беспонтовый, ну, да ладно, от того, что нечего покупать, приходится его покупать, хотя его совсем не выгодно брать, да. Ну, вот самое выгодное, что можно брать, это за 900 орденов, 200 кристаллов, да. Что я еще покупаю здесь, так, ну, 5000 орденов тратить на то, чтобы у вас обновилась карта квеста, да, ну, ну, если у вас слишком много орденов, и вам некуда их девать, то, пожалуйста, да, ну, как бы, у меня ордена имеют счет. Вот, что касается, там, ну, допустим, такой карты, да, карты для входа в подземелье, ну, я всегда держу одну-две, да, и тем более, когда реально нечего покупать, я их покупаю. По сути, это невыгодно, за 250 можно, за 250 орденов можно купить уже 50 кристаллов зеленых. И эта карта для входа в подземелье дает вам 5 попыток, ну, в среднем вы выбьете один раз из этих 5 попыток 39-40 кристаллов. Это я говорю, если вы фармите последние подземки. Если нет, то тогда вообще невыгодно покупать. Ну, ладно, сегодня мне повезло, я вот последние 5 попыток использовал, да, и мне 3 раза выпало по 39 кристаллов. Но все равно лучше это держать, потому что иногда там получаются квесты, когда надо пройти 8 подземок, или у вас тупо не осталось билетов в подземке, это может помочь в определенный момент, да. Ладненько. Так, давайте сундучки. Сначала мы откроем фиолетовые сундуки с первого места. Получим карточки элитного героя. Так, с ними покончили. Ну, и давайте откроем теперь со второго места. О, что-то полезненькое. Карта для входа в подземелье. Еще. Карта места для героя. Ну, вот это сейчас мне реально дико бесполезная вещь. И она, как назло, падла будет падать мне сейчас. Потому что я все-таки открыл свои, так сказать, слоты до максимума. У меня можно теперь всунуть 60 героев в алтарь героев. И мне теперь реально нету никакого толка от этих карточек, да, которые выпадают. Ну, вот сейчас мне повезло. Сущность студенистого рыцаря. Две штуки выпало, да. Ну, хоть спасибо и на этом. Ну, давайте. Надежда умирает последняя. Кто не надеется, кто не верит, никогда ничего не получится. Последняя попытка. Ну, и что же мы видим? Та-бам! Карта для входа в подземелье. Ну, и на этом спасибо. Да, было глупо надеяться, что выпадет карта легендарного героя. Так, это мне делом. Можно будет все... Ну, что мне с ним делать? Ну, не знаю. Может быть, потом увеличат слоты. Ну, в этом я сомневаюсь, да. Продавать их за 1600 монет, ну, нет, этого толку нету, да. Тут достигнут максимум доступных мест для героев. Так, пытаюсь с трудом накопить эти странные карты обновления таланта. Да, там хотя бы 10 штук, чтобы поролить их. Но не судьба. Так, это дело мы потом скормим нашей тыкве. Так, что у нас? Обмен орденов. Получилось у меня 4000 кристаллов, фотоорденов. Покупаем за 900 самую выгодную нашу штучку. И покупаем 10 кристаллов за 55. Ну, что делать? Больше у нас тут нечего покупать. Ну, не знаю, мне столько повыпадало сегодня этих карт. Я думаю, нет смысла тоже покупать. Ну, и соточку тратить на смену я тоже не хочу. Так, ну, а в принципе, больше не на что тратить. Ну, реально, ну, вот это вот, ну, вот, как это? Вот, 4500 потратить орденов, чтобы было одно дополнительное место в прошествии монстров. Ну, это реально, это какая-то такая вредная афера со стороны разработчиков. Так, ну, все, здесь я закупился. Насчет магазина я не знаю. Вот. Это можно купить. И кристаллики покупать. Особенно за 900, да, это должно быть в приоритете. Ну, и, конечно, в приоритете это карточки смены талантов. Потому что с талантами все тяжко. Сменить один талант стоит 300 самоцветов. Это что, на самом деле, дико дорого. Им как-то один раз я попытался так поролить. Просрал там, не знаю, 9 или 10 тысяч. Причем это было буквально там в течение времени, там, не знаю, нескольких минут. Я не успел опомнить, как мои все самоцветы закончились. Лучше бы я потратил на то, чтобы выбить каких-то героев, да. Так. Ну что, зайдем. Посмотрим на Ареса. Продал книжки. Определенное количество, да. Выручил за это дело значки почета. Немножко прокачал Ареса уровень. Засунул его в башню. Ну и немножко прокачал уровни там некоторым легендарным героям, которых получил. Точнее всех, кого до 20-го. Того, кого с 20-го там до 60-го или 40-го. Поднялась сила на 2 тысячи или на сколько. Ну и ничего. Это как бы тоже плюсик. До следующего титула мне осталось всего ничего. Не знаю, хватит ли моих легендарных героев. Если я их обновлю до 80-го уровня, я еще не считал. Так, ну... Так, не знаю, что еще можно посмотреть. Роли с талантом я не хочу. Все-таки хочу их как-то накопить. Хотя бы 10 штук. Ну, в принципе, на этом все. Всем пока. Всем спасибо. Побольше вам легендарных героев. У кого нет тыкв, выбивайте тыкв. Всем успехов. Счастливо. 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 Продолжение следует...